Итоги бизнес-переписи в нашей республике подвели на пресс-конференции Чувашстата. Юлия Важенина подробнее. Где малый бизнес развивается успешно, какие новые ниши он занял, как работают индивидуальные предприятия? Ответы на эти и другие вопросы журналистам дали в Чувашстате. Последний раз бизнес-перепись проводилась еще в 2010 году. С тех пор многое изменилось. В целом по республике существенно уменьшилось количество ИП, но выросло число малых организаций. Они стали работать эффективнее. В четыре раза увеличился объем инвестиций и почти на 80% вырос объем выручки от малого предпринимательства. Интересно то, что при общем снижении количества индивидуальных предприятий в республике в некоторых муниципальных образованиях число ИП наоборот возросло. По итогу переписи показали, что у нас уменьшилась плотность малого бизнеса, но увеличилось число индивидуальных предпринимателей в тех муниципальных образованиях, где мы не ожидали. Вообще рост индивидуального предпринимательства, если он идет одновременно с уменьшением организации малого бизнеса, он говорит о том, что население не может найти себе работу и пытается как-то организовать самозанятость. Это не есть хорошо, потому что даже если мы смотрим показатели по Приволжскому округу, мы видим, что в число лидеров, где выросло число индивидуальных предпринимателей, попали такие регионы, как Пензенская и Кировская области. Они же у нас не числятся в лидерах в принципе экономики, а такие регионы, как Нижегородская область и Татарстан, они внизу этого рейтинга. Потому что у них растут организации, количество организаций работающих, но не индивидуальных предпринимателей. Плотность бизнеса в нашем регионе уменьшилась почти на три единицы, это на тысячу жителей. Сейчас она не соответствует тем размерам, которые приняты для стран Европы. До стандартов мы пока не дотягиваем. Но подобные программы помогают оценить ситуацию в целом, а самим предпринимателям получить представление о конкурентной среде и о тех незанятых нишах, где можно развернуть свое дело. А значит бизнес-перепись нужна прежде всего самому бизнесу.